Звук пошел? Работает. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать об одном удивительном растении и об основных принципах по травничеству. Я о них не рассказывала ранее, но когда смотрят ролики, задают, а все-таки как же сделать масло, а как же сделать вытяжку. Давайте договоримся, что принципы в травничестве примерно будут такие. Если вы делаете масло, значит вы накладываете 2 трети банки. Если это цветы, например, такие как календула, 2 трети банки, и дополна заливаете маслом. Рафинированным, дезодорированным. Потом обязательно погружайте цветочки, либо траву вглубь и следите, переворачивайте, чтобы она не заплесневела. Все цветы масла делаются в темном, прохладном месте, кроме зверобоя. Зверобой делается на солнце, периодически охлаждается. Вытяжка масляное масло делается обычно от 21 дня до 30. Что касается настоек. Настойки бывают спиртовые, а бывают водочные. Либо мне нравится больше первач, 55 градусов. Чем это обусловлено? Разным составом химических растений. Есть растения, в которых надо тянуть, например, эфиры, либо же смолы, тогда используется спирт. Там, где растворяют эти вещества спирт. А там, где другие вещества, которые тянутся именно водкой, значит, берем водку. Если надо смешивать, тянуть и одну часть, и вторую, значит, тянем одну часть, тянем вторую часть отдельно. Опять-таки, настойка делается, погружается обязательно в водку или в спирт целиком, чтобы растение не торчало сверху, не плесневело. И все это дело делается тогда, стоит 21 день, можно 30. Сегодня мы поговорим о календуле. Вот из календулы я бы для семейного пользования рекомендовала бы делать два вида вытяжек. Это масляное, то есть масло календулы. Для этого мы берем вот так, срываем цветочки календулы. Отряхиваем, чтобы там никого живого не было, потому что календулу очень любят насекомые. Набираем 3 четверти банки. Смотрите, если вы покупаете, например, сухую смесь в аптеке, то можно полбанки тогда, например, корешки, когда вы делаете. Везде нужен здравый подход. Вот здесь я собираю календулу, набираю пол-литра, и потом, в зависимости от того, то, что мне надо, я сделаю. Либо я залью маслом и поставлю стоять, да, а я сделаю то и другое в этот раз. Залью маслом и поставлю стоять, настаиваться. 21 день лучше 30. Опять-таки погружая календулу в масло, чтобы она не торчала сверху, и настаивая в темном прохладном месте, потому что календула может закиснуть. Либо же я залью водкой. Настойку календулы, водочный раствор, да, мы покупаем в аптеке, она так и называется, настойка календулы, и применяется, например, ваш ребенок заболел ветрянкой, его мажут обычно зеленкой, это дискомфортно, неприятно, ребенок зеленый, но обычно можно мазать настойкой календулы. Эффект тот же, что это зеленки, но при этом ребенок не чувствует себя дискомфортно. То есть она обладает хорошим антибактериальным свойством, для приема внутрь ее тоже можно, она полезна для желудочно-кишечного тракта, для желчи, для печени, она улучшает обменные процессы, у нее очень большой спектр действия, она полезна при сахарном диабете. Но для желудочно-кишечного тракта проще, конечно, использовать масло календулы. Поэтому в домашней аптечке хорошо, когда есть масло календулы, и есть настойка календулы. И то, и другое можно делать. Сейчас пол-литровая баночка на семью на год хватает. На следующий год я буду делать свежий раствор. То есть пол-литра у меня будет под водкой, и пол-литра у меня будет под маслом. Календула, когда вы вот так собираете цветочки, она очень быстро и легко отрастает. Вообще разрастается она необычайно быстро. Красивое растение. Чем еще полезна календула? Вот она растет так в саду и огороде. У меня она много где растет, такими пяточками, под деревьями. Она хорошо в дальнейшем перегнивает, и она обеззараживает почву. И растение прекрасно потом почва дышит, питает растение. Здесь меньше разных микробов болезнетворных, то, что мешает растению расти. И самое интересное, что она делает землю рыхлой. И те же самые яблони или черешни могут питаться и нормально дышать. Потому что сегодня одна из проблем садоводов, которые выращивают газоны прямо вплотную к дереву, когда они собирают свою черешню, она оказывается горькой. И неспроста. Растению тоже надо питаться и дышать. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч!